В редакцию нашего телеканала обратились жители поселка Литвинки, что по Тверю. С внедрением новой транспортной системы на территории Верхней Волжи они столкнулись с серьезными трудностями при передвижении по городу. Огромные интервалы, давка в автобусах, дублирование одних маршрутов другими – лишь малая часть претензий, которая звучала от разгневанных горожан. Впрочем, прибыв на место съемки, наша съемочная группа выяснила, что недовольны горожане не только транспортом, но и друг другом. Жители поселка Литвинки, что на окраине Твери в растерянности, с внедрением новой транспортной системы на территории города и района они столкнулись с большими проблемами. Раньше через Литвинки проезжали 205-й и 51-й маршрутки, а также 15-й автобус. Ходили достаточно часто и, что самое главное, ехали до бульвара Шмидта, улиц Благоева и Горького – ключевых для большинства жителей Литвинок направлений. Теперь ситуация поменялась. 205-й маршрут. Нам изменили маршрут движения. Значит, он раньше как ходил? Он ходил по Благоева и Горького. Теперь, значит, он ходит по Коноплянниковой, через кардиологический центр Шмидта. Выходит, значит, на Комсомольский проспект. Это очень большой крюк, это неудобно. Людям доехать на Благоева, до Горького не на чем. Отныне в этом направлении, то есть через улицы Благоева и Горького, через Литвинки курсирует только 51-я маршрутка – старый пазик, у которых прежде на дорогах Твери было подавляющее большинство. Понятно, что в часы пик в этом транспорте, как говорится, яблоку негде упасть. Едем друг у друга на головах, печально констатируют жители. Вот так вот, если ребенок едет один, ему невозможно оттуда вылезти, его оттуда толкают, выталкивают. Раньше была 205-я, еще можно было как-то уехать. Сейчас невозможно. Одновременно с этим через Литвинки начал ходить автобус номер 14, но и это ситуацию не улучшило. Начиная с пересечения улиц Красина и Благоева, его маршрут вплоть до центральной части города полностью дублирует 205-й автобус. А вот 15-й маршрут, который прежде пролегал через Литвинки и был удобен тем, кто хочет доехать до Горького, наоборот сократили. Конечное у него теперь возле ТЭЦ-3. Почему? Вопрос большой. Мы его задавали Министерству транспорта. Пока ответа нет. И пересечение Благоева и Горького для нашего поселения очень обязательно. Нужно его вернуть 15-й. Несмотря на многочисленные обращения, которыми жители Литвинок закидывают власти с конца января, ответа, который хоть как-то удовлетворил бы их, так и не было. Авторы ответных писем педалируют тем, что через Литвинки ходит аж три маршрута. Но горожане настаивают, что ни вместе, ни каждый по отдельности они не решают транспортную проблему. Транспортное обслуживание жителей поселка Литвинки предусмотрено маршрутом 14, 51 и 205. В общем, вот они пишут одно и то же. Каждый месяц они мне присылают все одно и то же. Справедливости ради отметим. Среди горожан нашлись и те, у кого нет претензий к транспортному обслуживанию поселка Литвинки. Их точка зрения кардинально отличается от мнения большинства. А потому откликов односельчан не находят. Более того, даже вызывает гнев. Я как пенсионерка, я езжу, делаю пересадки. Я как пенсионерка, я делаю пересадки где угодно. У меня безлимитная карта. Я езжу в пролетарский район, я езжу с пересадками. И мне это очень удобно. Словом, новая транспортная модель не только не помогла жителям Литвинок, но еще и рассорила их между собой. К проблеме подключился один из местных депутатов. Однако и у него получилось не очень. Слушать народного избранника горожане не захотели. 51 маршрут будет ходить через Новый город по Горького. Это понятно. Но сейчас 51 ходит также по Балагоево. Вы нам верните или 15 автобус на Балагоево, или 205 маршрутку. Мы вам что объясняем, что не уехать. Потому что 51 маршрут. Она одна. Как быть и что делать жителям поселка Литвинки, непонятно. У них много претензий и вопросов к новой транспортной системе. И кажется, удовлетворить их все просто нереально. Тем не менее, дабы разобраться в ситуации, наш телеканал обратился в Министерство транспорта Тверской области. О том, какой ответ был получен, вы узнаете в ближайшее время.